Кто знает, рецепт хлеба на зелёной гречке, когда гречку замачивают, потом смалывают на блендере, смешивают с ингредиентами и оставляют на 12-24 часа просто стоять и потом пекут. Это просто адский рецепт из сети. Я опять недавно на него наткнулась, когда люди, что происходит? Они замачивают гречку, например, на ночь. С утра они её смалывают и оставляют на 12-24 часа без каких-то дополнительных. Просто соль какую-то добавляют, может, сахар, сироп топинамбура для пользы, ещё что-то. И вот этот период, когда они оставляют, очень часто ещё можно встретить, знаете, такое пояснение. После 12-24 часов хлеб начинает пахнуть неприятно, но нужно испечь его, и тогда неприятный запах пропадёт. Тут в голове у меня сразу просто куча неприличных слов, которые я как приличная женщина произнести не могу, но знаю. В этот период, 12-24 часа, вот в этой смеси, которую люди пекут и потом едят, начинают размножаться. Энтерококи, они же фекальные бактерии, они же гнилостные. По-моему, это говорит о многом, да? И люди предлагают это испечь и съесть нам продукты жизнедеятельности этих энтерококков, этих фекальных бактерий. Я очень вас прошу, вот вы получили сейчас эту информацию. Я вас очень прошу, не пеките этот хлеб, потому что это первый этап приготовления закваски. В закваске происходит революция, и первые сутки она не полезна. Именно поэтому в процессе вывода закваски все излишки мы выкидываем.